Выпускать сладости, которые войдут в новогодний набор на кондитерской фабрике Барнаула, начали в первых числах ноября. Это было одним из главных условий заключения контракта, ведь лакомства должны быть свежими. Для этого на производстве задействовали почти все линии. Линия работает 7 дней в неделю, 24 часа, то есть достаточно интенсивно. Для подготовки новогодних подарков, для производства продукции у нас задействован практически весь персонал производственной службы. Это порядка 300 человек, которые работают, производят продукцию. Несмотря на режим нон-стоп, брак исключен. На предприятии ежедневно контролируют процесс, качество бдит и Роспотребнадзор. К содержимому подарка подошли основательно. Сначала узнали о предпочтениях у самих детей, затем дополнили набор с самыми популярными новинками. В итоге в стандартный комплект вошло 14 разных видов конфет, батончик и глазированное печенье. Особые подарки подготовили для 120 подростков больных целиакией. В их состав вошла продукция без содержания глютена. Абсолютно во все наборы добавили интерактива. К примеру, по QR-коду можно перейти на сайт и принять участие в экскурсии по театру кукол «Сказка». Также появилась игра. А вот у детей начальной школы мы придумали вот такой подход, когда они на каникулах на зимних вместе с родителями могут поиграть в профессии будущего. Это немножко театрализованная игра, которую они могут вот так группками, там 2-3 более человек собираться, изучая в игре особенности каких-то будущих наших профессий. В общей сложности на 127 тысяч наборов из казны края выделили более 37 миллионов рублей. Это примерно на 15% больше, чем в прошлом году. Однако вес и количество конфет остались прежними. Разницу съела инфляция. По решению губернатора края еще более миллиона рублей выделили на подарки для подростков, проживающих в славяно-сербском районе Луганска, и детей участников СВО. Данил Кузнецов. День с толком. Вот мы точно вместе и вместе.